Всем привет, дорогие нажиманы! Впечатляет, не правда ли это? Я его ещё не раскрыл. Спайдер Кафарит К2, герой сегодняшнего обзора. Ну не сам, конечно, а его китайская реплика. С Алиэкспресс. Нож для тех, размер для которых имеет значение. И тут сам бог велел начать, конечно, с тактико-технических характеристик. А именно с размера. 200, нет, вы только вслушайтесь, 250 мм его полная длина. 115 мм клинок. Весит нож при этом 176,5 грамм. Сразу скажу о толщине клинка. 3,5 мм толщина клинка по обуху этого ножа. Конструктивно с ножом всё просто. Два кольца, два конца, посередине гвоздик. Ну, вернее, две титановые плашки, два винта и одна вот такая вот боночка. Бонка мне напомнила, честно сказать, шасси от самолёта. Она здоровая, круглая, с покатыми краями. То, что вы видите сверху боночки, это втулка темлячного отверстия. Кстати, в темлячном отверстии было обнаружено маленькое непотребство. Не понравилось мне, как обработаны края на темлячном отверстии у этой реплики. Такое ощущение, что просто взяли трубку от антенки, воткнули и вот так, не очень аккуратно обрезали. Плашки у ножа титановые, в отличие, кстати, от его клипсы. Клипса здесь односторонняя, ставится только в одном положении. И она, кстати, стальная. Обработана, по всей видимости, дробиструйной обработкой. Замок у ножа фреймлок, как вы видите, фрейм выполнен со стоппером. Стоппер прикручен с другой стороны. Я попытаюсь его показать. Вот так его вроде бы неплохо видно. И представляет из себя обыкновенную шайбу, которая прикручена винтом и не дает чрезмерно разогнуться фрейму. Ну и фрейм, как вы видите, так же вроде бы, как и на оригинале, фигурно выпилен из плашки рукояти. Фрейм, кстати, не засухарен. Так что вполне возможно, в будущем это может обернуться небольшим вертикальным люфтом. И вот таким вот образом он заходит на пятку клинка. Что еще хочется сказать о плашках, так это то, что они абсолютно никак не облегчены. Просто прямые титановые плашки. Во севом у ножа стоят две шайбы желтого металла. И несмотря на то, что это шайбы, они новомодные подшипники, у клинка очень хорошее скольжение, как для шайбы. Если бы конструктивно здесь стоял другой замок, скажем, Аксис Лок, который бы не прижимал клинок во время закрытия, то клинок падал бы под своим собственным весом. Кстати, о клинке. Ну, вот такой вот он формы. Не буду я его комментировать. Позже вы поймете, почему со спусками от обуха. Лучше обратите внимание на сам обуха, вернее, на его обработку. Как скруглен его торец. Аля Сибенза. Сталь клинка. Ну, не знаю я, что за сталь. Китайцы пишут, что ЦПМ 10В. Но я думаю, что на реплике около 50 долларов, скорее всего, Д2. Или в лучшем случае Д2. Ну и как вы видите, на клинке нанесены все атрибуты. Спайдерка. Паучок. Фаридка. Два названия ножа. Плюс написано. Тайчунг. Тайлайн. В общем-то, китайцы так и пишут, что нанесены все атрибуты. Поставляется фирменная коробочка. И это очень хорошо для перепродажи. Поэтому, когда будете в офлайне смотреть такой нож, осторожно не нарвитесь на подделку. Ну и давайте о самом главном. А самое главное, перекликается с моими впечатлениями. Как вы заметили, я ничего не сказал об эргономике этого ножа. Эргономику этого ножа прочувствовать очень просто. Возьмите рейку 3 на сантиметр. Сожмите ее в руках. Если вы не чувствуете никакого дискомфорта, значит это нож для вас. Если вы хотите почувствовать, как нож лежит в руке с клипсой, вбейте в рейку гвоздь и загните его. И еще раз сожмите. Если гвоздь вам не мешает, и рука чувствует себя очень и очень комфортно, значит можете брать хоть оригинал, хоть эту весьма и весьма идентичную оригиналу реплику. В общем, если говорить о моих впечатлениях, нож больше для впечатлений. Такой вот получился каламбур. Впечатляться самому, впечатлять друзей. Ну иногда что-то им резать. Идеальный вариант это пикник. Знаете, когда собираются много-много-много людей, особенно семей. Каждый достает такие хозяйственные ножики. И вот ты достаешь вот этот и начинаешь резать арбуз. И все впечатлены. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Ссылку на нож я положу в описании к этому видео. Вы оставайтесь на канале. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok